привет зритель давай скажем так что этот мунбанк проплачен на самом деле у меня был подписчик который очень хорошо помогает моему каналу репостами допустим контента вконтакте и он периодически меня поддерживает платной подпиской так вот он как-то просил мунбанк шаурмой один я уже делала вот этот я перлась сегодня в жилсервис потому что мне квитанцию какую-то от балды напечатали я сначала хотела полностью заплатить а потом ну как у меня обычно было то потом я думала какого хрена у меня договор на одну сумму а тут совсем другое я тут сейчас битый час на самом деле минут 30 только промывала уши потому что когда пошла туда поняла что мне не хватает перекиси в левом ухе ну я потом купила перекиси хотя у меня дома еще было перекиси я вот сейчас уши промывала себе и как бы еще чуть-чуть бы надо промыть потому что последний год я это делаю как в течение двух часов но вроде как и покушать уже хочется и вот я иду и там какая-то такая забегаловка там одно время пироженки продавали потом еще что-то а сейчас значит шаурма сейчас я по чеку в этом смысле по выписке в приложении сбербанка гляну как она называлась а может там как-то называлась она круглосуточная там шаурма по 180 рублей на трех разных лепешках сырная острая или обычная а у меня пенсия перечислилась какое счастье так вот сейчас у нас как раз 12 14 к так айпи соберов больше ничего нету только соберов больше не написано соберов соберов ну короче 180 рублей шаурма там работает девушка мусульманка но я думаю что потому что она вот в таком день зайка называется вот такой платочек черный и очень кстати милая девушка может женщина не суть важно и там на выбор вот эти острое сыром либо обычная на мне перечислила и не очень поняла потому что там небольшой процент ну и я под конец уже говорю обычную а потом уже на ценники глянула на грунта белая на белую белую там думаю остро я не осилил сырная фиг знает пусть лучше обычная год и они все идут по 180 рублей там цены довольно прилично при приемлемые смысле приличная нормальная еще что-то она работает круглосуточно там даже номер телефона есть я так думаю поняла что может там позвонить что доставка вот не знаю но мне чисто цель была шаурма думаю пойду обратно если реально есть шаурма куплю зашла купила три минуты подождать она прямо все при вас делает там мясико курино еще что-то на какой-то большой такой фигне на ее слегка прижаривая тут меня салфеточек положили три штуки аж и еще пакетики это шаурма она конечно уже остыла дает планшета управляющих ну что у меня оба телефона разряженные с которых можно было бы управлять и так то я сначала думала выйду сразу поеду какой-нибудь парашютки домой не буду ее хомячить а потом подумала что я же вашан собиралась зайти за песочком ну и так еще что-то я решила думал пусть еще сейчас короче я наверное ее ну я вкусную и а потом наверно немножко подогрели вкусно ему что не подогревать на ключей черты заварен покупала 150 рублей за упаковку тут 150 грамм большую часть дела в деревне у меня там еще суп ну почти сварился сначала как бы я сварила бульон потом на его смотрю купила куриных шею кошки и салат у меня смекла была вареная еще перед моим улетом деревню я ее очистила чуть поняла что она мне как-то ну она быстрее умрет чем я ее съем набрала морозилку приехала понедельник курини вчера я тоже что-то как-то вообще практически очень мало ела без супа но сегодня ближе к вечеру все таки супа поем я как-то в деревне перешла но у меня были какие-то сладости к чаю но побольше сейчас ела мед или мед сотами в сотах а иногда пару раз вот так вместо ужина припозднилась а вроде можно и поужинать и вроде как-то это поела вечером а утром было не очень такой день ну я попила воды теплой с мелом сотами и нормально так было ну еще жара была у нас по большей части было в деревне жара и даже на час да на обычном видео а то у меня там один завтрак случился на тайм лапсе так вот было пожаре особо не поешь как-то не дедят ничего ну и я носу там ела и решила что сейчас пока вот сюда приехала ничего вообще сладко си не покупала вот только гематаем купила но он нисколько сладкий сколько в определенные моменты и получать у меня тут есть еще с позапрошлого приезда перед вторым приездом делала и забыла прошлый приезд приехала только за пару дней до отъезда в деревню думаю блин а что я тут такое варенье это миндаль смела перечерты так вот у меня тут есть но наши мед из выдар который меня балковые тела там есть но что-то на другой но старых фото а значит что ну пришлогодний из рамочки 1 минут 1 качание этот майский который сотах минус майский просто ну еще немножко себе баночку привезла медом который вот второй раз качали там с одуванчиков еще со всякой требует еще там целого попутно но есть чаем сейчас пью мед вместо сладкого всякого с одной стороны полезно другой стороны деньги экономишь с этой стороны она на пищеварение хорошо влияет ну и если вдруг кто-то местный это узрит мало ли короче магазинчик находится в остановке которая на ивушке но состоит с той стороны яша там раньше называлась кажется шоколадница с тем как и шоколадница никак не срел на который в москве есть сидит кафе но потом там вместо пирожина тут не зато сорвать можно нужно давно есть просто я во-первых там лет побываю во вторых даже если когда и бывают не всегда внимание обращали тут помидорка курочка соус там кстати написано что любой соус на ваш вкус ну там на три вида в добавок в довесок тому что уже есть 10 рублей ну вообще нормально копейки помидорка короче капуста курочка там состав был написан шаурме но я чуть забыла что-то было он что-то зеленая будет походу я еще что решила сейчас поесть а потом еще в уши закапать потому что надо шевелить шевелить челюстями когда в ухо закапала перекись иногда чтобы она прошла совсем хочу просто шевелить можно хоть поесть что-ли я забыла где тогда покупала что ему-то последний раз там пицца кстати есть 100 рублей но я как бы не смотрела ничего специально просто цены глянула сначала думала купить пиццу потом думаю блин у меня вроде только это на шаурму запросы были может и на пиццу я забыла если честно но мне вообще только хотела шоу когда ручками шоу хотя как бы у меня дома есть что есть да хочу сказать спасибо то не за донат мне там тапка с ноги упала да может как-то меня тут приблизить я просто слегка забыла как у меня на ростатив чуть пониже был причем я вчера еще думала записать нюданг нюбак схемы хамство хамство в россии я потом думаю а чё есть то ну как бы то что хотела поесть я уже съела ну такое больше уже не готовила на 2 карта вот случайно спонтанно я там вроде даже морковку вижу ну там короче состав был перечислен мне кажется это ну такой обычный состав который в шарме бывает и соус нормальный в каком-то месте там иногда бывает майонез вообще суют курна и вкусная короче может конечно мало соленая но ты на я хочется чего-то такое посолить но вот на тот случай когда ну как бы все нормально сочетается если хочется вот именно соли такой чтобы соль была можно добавить соли а так вкусно очень если буду там пахнуть не специально вот так пара ком-то делаю что специально ехать туда чуть не охота может попробовать эту острую или сырную помидор кстати хорошая бывает сейчас вот купишь помидору мне чаще всего такие попадались кроме какой-то азербайджанские что ли я по-моему еще в начале лета покупала как-то магните не мягкие вот зрелые такие видно будут как вот слои с этой степлицы остальные покупают как не поймите что будто они пожизненно не зрелая вот у хорошего кондука да он вижу морковку и течет такое из нее по-моему ничего такого а нет в одном месте капает ну в одном месте поэтому и пакетик там был я заказала себе по скидке случайно что-то на зоне увидела думала что чуть раньше приеду потом подумала что уже приеду чуть позже что потом совсем чуть позже потом я решила остаться на этот на праздник полилузский что-то в основном писала на форте и писала хоть и ту и другую камеру притащила чтобы как-то снимала телефон ну и короче я заказала чай хошань хуан лья у другого продавца не там не до этого заказывал он вообще стоил два с лишним раза дешевле чем когда я первый раз покупала ну и попросила подругу спросила можно ли она забрать она забрала в тот же день когда его доставили ну смысле на следующий даже день но они с мужем уехали куда-то там недалеко немножко калей уже же крепкий культик срезался я кинула на пол да потому что кошка потом его найдет и согрет но там еще куриные шейки лежат она пришла я и достану они еще горячие так вот когда она приедет я у нее заберу этот чай я еще заказала чай олень 244 рубля что ли я давно его не видела раньше в офлане покупала в некоторых магазинах в городе чай олень это то что в интернете не только принято теперь именовать зеленым пуэром на самом деле это чай олень у конфуция банка я давно его нашла на зон на меня долго лежал закладках а потом я подумала чем почему я не могу себе позволить чай купить да не знаю есть тут лук или нет но пока он мне не попал там либо если есть он какой-нибудь супер тонко тонкий но по-моему его тут нет в крайнем случае где-то через полчаса как я поем мой желудок если обнаружу зато слух он мне скажет я это почувствую я все просто не знаю все равно глуколд и быстрее коннектируется ну кто позвонит и еще чё я симки еще не переглазила никуда меня там еще есть что монтировать в деревне с этого приеда но я сначала это склею залива надо с планшетом вот скинуть на внешку то что уже готово и уже дарит наверно канал чтобы место освободить жирок копать я в деревне когда была при луках купила два яблока хотела бананов но бананов не было и всех руках были только яблоки но в итоге что то они не пригодились и они уехали в деревню из деревни сюда не какие то мне кажется еще крепкие довольно и вроде как они да аргентина розовые яблоки аргентина гучо или гаучо хрен знает не сильная в аргентинском это слово вообще наверное это слово вообще наверное земляника двух сортов садовая и клубника нескольких сортов засыпанная сахаром все вместе сначала хотела сварить варенье а сейчас думаю просто засыпать ну измельчить ее когда она сок даст размешать и сунуть в морозилку ой мясо падает ой мясо падает в основном ну как-то подружка среагировала на то что мне ватсап спам какой я написал мне кажется я наелась хе-хе-хе-хе вот немножко не доело сейчас я дарю еще чая и попью с медом салфеточка не высморкаться надо что-то нос согрелся а у меня же там бумажные салфеточки положены специально были ох что я теперь супа то поем и салатик это уже это часа через три если не позже ну в пищевой пленке чтобы просто вот это мало ли там не пролилось а или еще что это баночка из под чая я раньше очень тащилась от баночек из под чая вот такие баночки это конфуциевские баночки у них хороший чай я с ним знакома больше 15 лет с этим чаем так зачем я ее оближала ладно тут кроме меня никого этот мед есть не будет он уже подгустевает это немножко майского хотя скорее что тут и майский и второй скачки мне просто надо было освободить две кастрюли ммм рыбка 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 и одно я подозреваю изначально был в майске а потом туда еще вот ну добавился одуван одуванчиковый ну и зато попутно слил кстати медовая вода хорошо по жаре я мыла медогонку сначала окачивала ее это колодичной водой горячей она пока стегло потом перелила мне что-то около двух литров наверное вышло остыла я по чашкам разлила и пила во-первых жажду внезапно утоляет кожорета во-вторых полезно мне почему-то на ум пришел какой-то изотоник который я когда-то там пыталась сделать я подумала что медовая вода то же самое что какой-то там изотоник пищеварение оно хорошо влияет тут совсем чуть-чуть этих восковых кусочков ну а то мед от слизи когда сливаешь рамку вот эту запечатанную все эти слизи идут в банку ну в смысле кастрюлю а потом кастрюлю переворачиваешь на другую кастрюлю через сетку и оно как бы стекает вот то что осталось в контейнер с воском кусочек зуб зарез воска а про ханство может отдельный какой он вам сделает это относительно кто как с ним борется ну или вы если вдруг страдает от этого хамства от каких-то неадекватных соседей или еще кого-то можете дать знать комменты как вы реагируете я пять с лишним лет терпела хамство от одной бабы сверху и вчера не выдержала может быть потому не выдержала что у меня уже терпение переполнилось внезапно после того как сначала я из чата залитнула одного не очень адекватного зрителя второй раз я даже забанила в телеге уже у себя лично чтоб не вычитывать в личных сообщениях неадекват может и повод то был какой-то копеечный скажем так из пальца высосанной но я долго-долго терпела мадаму мне еще как это человек такой сидит в чате имени меня и удивляется почему негодует почему я в этот чат пишу вообще ну я сначала ее удалитнула мне как-то так это хорошо стало а потом на меня наехали без причины что же она еще начав обвинять женщина что собирает у нас деньги за уборку подъезда даже без этих денег за уборку подъезда когда я только сюда переехала она уже меня начала хамить хотя я даже не за авто она лично мы друг другу не представлялись и вести себя так будто мы с ней ну как минимум знакомы сто лет или там вместе чай пили да я не выдержала и спросила почему вы всегда мне хамите всегда ко мне обращаются почему вы всегда мне тыкаете и как понеслось я говорит что тебе должна в ножки кланяться я думаю если я потом ей сказала если я выгляжу моложе своих лет это не значит что вы мне должны тыкать вы можете мне тыкать потом она встретила близкого родственника и начала ей голосить про меня что я вот ну что то из серии наверное представляет ваша девочка она что ей сказали что я как бы не девочка а совершеннолетняя как бы давно уже и поставили человека на место типа она что не платит деньги платит если вас не устраивает как она платит платить заберите сразу за 2-3 месяца причем я перед деревней еще уезжала я уеду в деревню еще в конце мая я говорю давайте вам сразу за 3 месяца заплачу нет не надо слышала как она кому-то жаловалась кто и точно так же предлагал кто не всегда бывает дома думаю что ты жалуешься или бери когда тебе дают за 3 месяца вперед или не истерить что человек один дома причем человек считает что я обязана каждый день от нечего делать по нескольку раз день на 5 этаж прыгать я может на 1 переехала именно потому что не могу за 5 подниматься мне мне это годами высказывалось что типа вот ты мне должна я один раз как-то пришла сидела дома и с принципом меня не открыла потом сказала ну ты же еще можешь прийти а потом я так поняла она относится точно так же и к другим людям потому что как-то деньги она собирала и идет человек сверху и она значит вот ты там мне не принятла а та ей говорит я хожу каждый день а ты дверь не открываешь думаю если ты вызвалась сама альтруистически этим заниматься изначально было 25 числа каждого месяца я каждые 25 число каждого месяца старалась быть дома и изначально первые может пару месяцев это соблюдалась традиция а потом как-то все забилось ну типа не знаю я короче меня это припекло причем после каждого контакта с ней она начинает на меня орать без причины а я же ну как бы я избегаю нервных моментов иначе меня там простите надо в ухо закапать может случиться какой-нибудь приступ из-за лишних нервов переволновалась а их лобыть в обморок вот так это выглядит ну короче говоря когда ее встречаю она на меня я ей вежливо спокойно и тактично она на меня орет и минут 30 после этого меня всегда дома трясет вот так колбасит будто меня допустим в какое-нибудь клаустрофонное место пытались засунуть или еще типа того ну я не понимаю такого вот почему как бы помнится на каком-то собрании когда я только-только еще сюда переехала она с меня сорвала шапку приютно вот так вот это при всех потому что ты не слышишь я в таком афиге была там люди конечно никто ничего не сделал не сказал я думаю у вас что принято так вот к новым жильцам относиться по-хамски думаю даже люди которые меня пару раз затапливали в этой квартире и только мне на вы я считаю что-то нормальное к дочке-соседке которая меня лет на 20 ладно может лет на 18 младше работает у нас на базе выдачи вайберс я к ней всегда на вы хотя она меня младше если исходить из мнения этой бабы этажами выше то как бы я должна была и тыкать и хамить да я считаю что надо быть на вы с людьми которых ты лично не знаешь которых ты видишь первый раз избегать панибратства лишнего с которыми ты реально вот на вы иногда едешь в игры или в сосновый на нее напираешься и начинает по ушам ездить и тыкать вот ну у нее любовь может ко мне какая-то почему я еду на велике куда я еду на велике я же до тебя не докапываюсь куда ты идешь короче припекло меня вчера это вот так я высказалась правда одна моя хорошая подруга сказала что от биомусора и хамов там было матное слово я заменю его на биомусор от биомусора и хамов нет никакого приема ну что даже если ты им скажешь что вы не имеете права меня хамить или от того что вы наезжаете на инвалида с эпилепсией а он потом трясется и пьет магнезию чтобы не свалиться в обморок от нервного перенапряжения как бы это неправомерные действия это бесполезно таким людям говорить причем она вчера себя вела ощущение было будто человек или укуренный или пьяный но мне сказали что это не алкоголем не пахло я думаю может она чего переела но вела себя очень неадекватно и как вот ведет себя допустим подвыпивший человек Аня со мной уже поделилась в чатике в телеге подобным неадекватным негативным персонажем из своей жизни но если у вас вдруг что то такое есть или вы сами допустим страдаете хамством и считаете что вы правы ну поделитесь со мной в комментариях я вам всем поставлю сердечко так ну и надеюсь вы поели как бы спасибо за просмотр хотите поддержать канал я тут вот облачко либо ссылка на инфобоксер ну и это что оставляйте ваши запросы я постараюсь их по мере возможности выполнять всем пока да